Сколько живет человечество, столько оно пытается покорить стихию. Ведь многие природные явления приносят с собой страх, материальные убытки, а иногда и смерть. Одним из наиболее частых и опасных катаклизмов на нашей планете является ураган. За последние 200 лет при ураганах погибло около 2 миллионов человек, а убытки составили не один десяток миллиардов долларов. С вами по-прежнему в Техно-2 и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на вопрос о том, как это было на самом деле. Ночью 27 апреля 2008 года в Бенгальском заливе, примерно в 550 километрах от побережья Мьянмы, образовался циклон. Поначалу опасности в нем никто не видел, далеко не все циклоны перерастают в ураганы, причиняющие ущерб людям и их имуществу. Но в этот раз природное явление оказалось сильно недооцененным. Первые сутки циклон почти не двигался, только наращивал силу. Из-за увеличения скорости ветра объединенный центр по предупреждению о тайфунах, расположенный на Гавайях, классифицировал его как ураган, а также присвоил имя Наргиз. Утром 29 апреля скорость ветра уже достигала 160 километров в час, и ураган начал движение в северо-восточном направлении. По первоначальному прогнозу свой удар стихия должна была нанести по побережью Индии или Бангладеш. В течение суток Наргиз не менял направление своего движения. Сила ветра несколько раз уменьшалась, из-за чего появлялась надежда на то, что стихия не причинит серьезного ущерба. Однако это было заблуждением. 1 мая направление движения урагана внезапно поменялось. С северо-восточного на восточное, а скорость ветра стала стремительно увеличиваться. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, на утро 2 мая скорость ветра достигала 215 километров в час. В полдень стихия нанесла основной удар. Он пришелся на провинцию Ираваде, расположенную на западе республики Мьянма. Также серьезно пострадал самый крупный город страны – Янгон. Также, но в гораздо меньшей степени циклон затронул территорию Индии, Бангладеш и Таиланда. На момент удара стихии скорость ветра достигала 190 километров в час, а высота волн – 4 метра. Согласно данным властей, во время циклона погибло 133 тысячи человек, а 2 миллиона и 400 человек в один день остались без крыш над головой, без чистой воды и пищи. При этом оползни и потоки воды и грязи размыли дороги и уничтожили инфраструктуру. Фактически люди в этот момент оказались наедине со стихией. Большое количество погибших и пострадавших легко объясняется тем, что ураган прошелся по дельте реки Ираваде, главному земледельческому району Мьянмы. Кроме людей погибло огромное количество домашнего скота, являвшегося для этой части страны основой для существования. По официальным данным, материальный ущерб от урагана Наргиз составил около 10 миллиардов долларов. Гуманитарную и финансовую помощь оказали 43 государства, а также несколько крупнейших мировых организаций и содружеств, в числе которых ООН, Европейский Союз и ЮНЕСКО. Тем не менее, почти неделю военное правительство Мьянмы не снимало запрет на ввоз гуманитарной помощи, чем вызвало негодование в ООН. Дело в том, что правящий режим проводил крайне изоляционистскую политику и практически не шел на контакты с международными организациями. А по законам этой страны на передвижение иностранных специалистов в зонах стихийных бедствий накладывались ограничения. С того времени новости о каких-то циклонах, приближающихся к территории Мьянмы, вызывают у населения панику. Слухи распространяются моментально. В 2009 году около некоторых деревень началась установка громкоговорителей. По мнению властей и представителей некоммерческих организаций, именно они должны противодействовать слухам и панике, давая объективную информацию о приближающемся циклоне. При этом синоптики успокаивают, что не любого циклона надо бояться. За последние 120 лет в Бенгальском заливе зародилось чуть более 1200 циклонов. Из них оползни и потоки вызывали не менее 100 циклонов. Поэтому, говорят синоптики Мьянма, не в столь рисковой зоне, как, например, Бангладеш. Из-за изменения климата циклоны будут появляться в ближайшее время гораздо чаще, чем в предыдущие годы, признают синоптики. Но на их фоне по своим разрушительным масштабам Наргиз все равно будет исключением. А с вами был Фтехно 2, всего вам доброго, Берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.